Издательство Individuum представляет Знакомство Появление импульса Послеобеденная часть рабочего дня – чертовски тяжелое время. На ваши ослабевшие циркадные ритмы накладывается груз переваривания, опрометчиво съеденных на обед хот-дога и хумуса, затуманивая ваш разум и предательски подсовывая ему мысли о сладкой дремоте. Но через 10 минут в конференц-зале должно начаться общее собрание, на котором вы рискуете заглушить своим храпом мотивационную речь генерального директора о том, что расслабляться нельзя. «Съешь что-нибудь!» – шепчет внутренний голос. На соседнем столе стоит коробка из-под домашнего имбирного печенья с кусочками груши и шоколада, которые принес Гитрих, чтобы скрасить утренний конференц-созвон с южноафриканским офисом. На удивление вкусного, определенно соблазнительного, но, к сожалению, съеденного без остатка. «Нет, погодите-ка!» Ваши глаза замечают округлый раскрошившийся краешек. Одно печенье осталось. Мозг пробуждается. Вы начинаете оглядываться, чтобы определить диспозицию коллег, и возникает мысль, могу ли я его взять. После секундного колебания, взвесив эту этическую дилемму и, самое главное, убедившись, что никто не следит за вашими действиями, вы протягиваете руку. В эти несколько мгновений ваш мозг гудит от электрических импульсов, жизненно важных, тайно печенье-ориентированных электрических импульсов. Почему? Ваш мозг использует электричество для передачи сообщений. Каждая нервная клетка, каждый из 86 миллиардов нейронов в вашем мозгу общается с другими нейронами, посылая крошечные скачки электрического напряжения, волновозбуждения, по тонким, как паутинке, кабелям аксонов. Мы, нейробиологи, называем эти электрические сигналы потенциалом действия, спайками или, как я буду их называть далее в этой аудиокниге, импульсами. Эти крошечные электрические импульсы бесконечно бегут через ваш мозг. Импульсы – это зрение, слух и осязание, мышление, планирование и действие. Импульсы – это язык, на котором нейроны разговаривают друг с другом. А общение нейронов – это любое наше действие. Жизнь посредством импульсов Все уникальные поступки, которые вы совершаете, возможны лишь благодаря обмену импульсами между нейронами в коре головного мозга. Этот внешний слой человеческого мозга, кора или кортекс, содержит больше нейронов, чем у любого другого животного. Так много, что нам приходится делить его на совокупность областей, чтобы не запутаться. У каждой области есть свое название. Большинство этих названий сложно назвать оригинальными. Область, состоящая из нейронов, которые в основном взаимодействуют непосредственно со спинным мозгом и осуществляют наибольший контроль над движением, называется первичной моторной корой головного мозга. В соседней области это примоторная кора и, сюрприз, дополнительная моторная область. Захватывающе, правда? Все эти области состоят из одних и тех же типов нейронов, но импульсы, которыми они обмениваются, вызывают совершенно разные действия. Многие из этих областей заняты нашим зрительным восприятием. От зон, отвечающих за разбиение видимого мира на его простейшие компоненты, края линий и углы, до тех, что имеют дело с движением, цветами, объектами и лицами. Некоторые области контролируют слух и осязание, другие – наши движения. Есть области, где сосредоточено управление действиями, уникальными для человеческих существ – чтением, речью и ее восприятием. А в передней части коры мы находим области, которые творят что-то загадочное с информацией из внешнего мира, каким-то образом используя ее для планирования, прогноза и предсказания. И все это делают импульсы. Цифры головокружительные. Из 86 миллиардов нейронов в головном мозгу взрослого человека около 17 миллиардов – кортикальные, то есть находятся в коре. В среднем каждый из них отправляют или получают как минимум один импульс в секунду. ООН подсчитала, что ожидаемая продолжительность жизни человека на этой планете сегодня составляет около 70 лет. Это больше 2 миллиардов секунд, в каждую из которых в коре вашего головного мозга происходит около 17 миллиардов импульсов. В целом ваша жизнь состоит из примерно 34 миллиардов миллиардов, одним словом, квинтиллионов, кортикальных импульсов. Первый крик при появлении на свет, первые неуверенные робкие детские шаги, боль, когда, внезапно взмахнув рукой, Сьюзан выбила тебе шатающийся молочный зуб в начальной школе, осознание, что вот это зеленое пятно вдалеке группы деревьев и накатившее облегчение от уверенности в том, что теперь-то вы точно найдете обратный путь среди влажных от тумана холмов обратно в желанное тепло, так легкомысленно оставленной на обочине машины. Долго набираться храбрости, чтобы, наконец, сделать ей предложение и вместо долго обдумываемой, изящной и остроумной фразы выпалить все в косноязычной спешке, сгорать от стыда, мысленно прыгать в эйфории от ее тихого «да», решить, что вам пора что-то сделать с ужасным конфликтом между фиолетовым диваном и светло-зелеными шторами, вспоминать запах свежеиспеченного маминого хлеба и папиного барбекю, держать на руках своего новорожденного ребенка, слушать эти слова и эти тоже. Все это импульсы. От величественного до самого банального. Все, что вы сделаете за свою жизнь, в тех 34 миллиардах миллиардов импульсов, возникающих в коре головного мозга. Если бы я попытался описать историю вашей жизни, используя всего по одному слову для каждого из них, ваша биография была бы доленее, чем совокупный объем всех когда-либо опубликованных романов на английском языке. Да, абсолютно всех, с тех пор, как Гутенберг изобрел печать книг наборным шрифтом в 1439 году и длиннее значительно, в 76 миллионов раз. Даже с учетом совместных усилий Тома Вулфа, Нила Стивенсона и Джорджа Мартина по созданию книг, которые так удобно использовать в качестве гнета при засолке овощей, у романистов есть еще как минимум 380 миллионов лет или около того, чтобы опубликовать столько же слов на английском языке, сколько электрических импульсов возникает в коре головного мозга в течение вашей жизни. А ведь помимо нейронов коры головного мозга у вас есть миллиарды и миллиарды нейронов в других структурах нервной системы, посылающих еще миллиарды и миллиарды импульсов. Надеюсь, вы меня извините, если я попытаюсь ограничиться описанием чего-нибудь менее грандиозного. Путешествие импульса. В этой аудиокниге я собираюсь рассказать вам историю лишь о двух секундах из всех этих миллиардов. О простом действии. Вы заметили последнее печенье в коробке, оставленное в лотке для входящих документов, и подумали, никто же не будет возражать, если я возьму его, правда? Путешествие импульса от чувствительных клеток глаза, на который упал свет, отразившийся от печенья, через отвечающую за зрение часть коры головного мозга, которая превращает узоры света и тени вычертания, отдельной крошки и цвет краешка последнего печенья в коробке, в те области коры, где происходит восприятие, узнавание и вспоминание, затем в область принятия решения, оттуда погружение в глубины двигательной системы, и, наконец, выход наружу, через спинной мозг, и далее к мышцам, перемещающим вашу руку, к тому, что видит ваш глаз. Путешествие от взгляда к решению и действию из глаза в руку. Это история обо всех местах, которые посетил импульс, и обо всем, что он видел на своем пути. О мерцающей галактике нейронов, глубокой тьме коры головного мозга, об одиноком нейроне, о расщеплениях на тысячу импульсов, о самопроизвольном зарождении и мгновенном исчезновении. Эпическое путешествие, совершенное за один миг. История, повторяющаяся два миллиарда раз. Субтитры создавал DimaTorzok